Всем привет! Меня зовут Матвей, я DJ Alco. Специально для хип-хоп в Литве с первого лица. Расскажи, когда у тебя произошло знакомство с хип-хопом? С чего это началось? У меня с хип-хопом знакомство началось еще какие-то 10 лет было, наверное. Просто с первых этих телевидений включили все эти MTV, Viva. Это какой был, 91-й? Ой, нет, позже чуть-чуть. Как, включили у нас просто дома. Это был какой-то, наверное, мне... 96-й, наверное. Просто я помню, что я увидел какой-то клип тупака там, и еще была такая группа NANO, немецкая. Типа очень круто она выглядела тогда. И вот с этого самого. И в параллели мы там с пацанами как-то решили купить краски, просто начать там что-то рисовать. Рисовать граффити? Да, ну я это, да, граффити. Просто я не знал, что это хип-хоп как элемент. У меня просто круто выглядело там рисовать. И с этого все началось как бы... Как бы... Потом познакомился с пацанами, которые там уже этим занимались. И все началось у меня с граффити. Потом там пробовал и бриктанс, и... И как-то все-таки началось, да... Наверное, каких лет 17 мне было, я... Я просто... Вот... Сидели мы где-то... Где-то в Каунарском центре, и... Пришел чувак, который спросил, что вы там, типа, сидите, давай... Давай напишем проект. А он, оказывается, там... Работал... В том же здании, около которого мы сидели, там... Типа, молодежная организация, которая вот занимается такими, подбирает и там, типа, превращается в люди. Ну... Типа... И мы просто зашли, и... 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 Они нам предложили проект, типа, сделая там какую-то гипоп-тусовку. И... И... И типа... Какие... По европейскому там, союзу что-то какая-то там форма была. И все! И мы написали, через три месяца мы получили большое финансирование. Так казалось тогда. В 2005 году мы сделали первый, типа, фестиваль, который... Который до сих пор существует. Он называется Life from Coolness 30. Как-то один из самых бывших фестивалей, типа, indoor фестиваля в Литве. Ебопа. Расскажи, как вот этот первый фестиваль, который вот на некий... Гранты, я так понимаю, да? Он там... Организовывался. Выделение бюджета. Как вот вы его организовывали? Как собирали команды, там, позвонили, объезжали? То есть, как вообще концепт вырабатывался? То есть... Или появился какой-то... Был выделен человек, который вот сказал, я знаю как там. Как это? Не, никто вообще ничего не знал. Так-то мы все... Как-то вот... Так получилось просто. Мы знали там одну девчонку из Чиуляи, которая знала всех, который там... Брейком занимается. Типа, ну... Круто уже тогда были там Real Time Modify, Invisible Soul, наверное. Угу. Она сразу там начала делать какой-то там break battle. Мы как и были уже знакомы, потому что... Ну, с этими рэперами. Потому что один из нас уже тогда продюсировал рэперов. Его имя Макси Джей. Он теперь чуть меньше работает с ебопом. Но все равно работает. И он как бы и созвал там... Мы... Всю команду. У нас было, наверное, 11 человек. Или 12. Я уже не помню. Так вот. Ну, это... На один раз это все было. И каждый, конечно, ну, делал то, что он умел. Там один... Там делал, типа, дизайна. Ну, тогда еще не было там этих всех социальных. Там все было просто в интернете. И че? Я так... Как всегда и до сих пор... Мне самым больше нравится там... Вся эта идеология, которая... Ну... Сайт... Там... Все вместе. И... И техническая сторона, типа... Как и в любой организации. Это, типа, ну, как сцена, звук и там, и так далее. Так вот. Просто все это было, ну, как и мне было лет 18-19, наверное. И... И... Это было, ну, вот так на ура. Мы там... Поймали где-то... В каком-то... В какой-то тусовке с Вареса из Джинджи. И просто его уговорили, давай пускай Джинджи приезжает. Это, там, так круто казалось вообще. Типа, чтобы... Давай, там, много денег нету. Ну, там, типа, как мы получили много денег, но... Деньги, как по Европейскому Зоюзу, там, что-то, какие-то правила. Мы просто не могли их... Ну, платить гонорары. Потому что все должно быть на Е9. Так вот. И все как-то подписались к этой идее. Так же было и Феня, там, и Мираж Скотт был. Была... Тусовка была тогда... Два дня. Она... Она была, конечно, бесплатная. Потому что... Потому что... Денег было. И... И... Ну, с... С того все началось, как бы... Там... Познакомились с теми этими рэперами до конца, там, конечно. С алкоголем совсем-то. И... 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 И все. Так началось. Как у тебя началось твое диджейство вообще? Это до этого же или нет? Или после или так? Ой, нет. Это... Началось очень просто... Я просто очень хотел всегда иметь на виниле музыку. Ну, я как бы начал собирать там... Я первую пластинку купил... Этого... Такой был... Эмси или продусер. Я так и не понял. Мне кажется, он все делает. Arrow называется он. Он... Просто... Выступал вместе с диджей Вадим, когда они первый раз были в Литве. И... Я купил эту пластинку. Мне понравилось. Потом вдруг приехали. Еще одну купил. И... Так, понемножку, понемножку. Потом уехал там подрабатывать в Брюссель. И с этих денег я купил патефон. Просто... Я не думал, что я буду играть там, типа... Как бы... Там... На больших сценах. Ну, вот так вот получилось. Понемножку. Так вот. И... А как твой никнейм появился диджейский такой? Алко. Просто из тусовок так-то. Там что-то еще был этот... И... И... Ирси канал. Типа... Тогда чуть какие-то там не к ним. И они менялись, менялись. Это не... Не то, что я там каждый день выпиваю палитру водки. Это... Ну, просто... Больше... Ну, прикольное дело. И все. Ну, и оно тут прилипло. Я старался там менять. Раз-три. Но не получилось ничего. Все так меня знают и все. Хорошо. Тогда... Можешь ли ты рассказать вот эти... Раз в год фестиваль этот, да? И проходит, который... 2005. Или... Какая ее периодичность? Это... Life from Kona Streets. Да. Он... Один раз в год. Ну, вот. Как мы сделали первый раз в 2005. Потом имели перерыв. Типа, как бы... В 2007 он снова появился. Но нам, как... Как самим надо было все... Все подготовить себя. Типа, как, ну... На коммерческий проект. Потому что мы этого всего не знали. Это же легальность. Там, билеты... Всякие там... Так вот. Так мы начали потом делать простые, маленькие. Там, тусовки. Типа, два MC. Там... Два дичья. Типа, такого. Понемножку, понемножку. И потом этот фестиваль снова появился. Он был... Ну... Навного меньше, конечно. Там... И... Он... Начался как-то в клубах. И... Вот. Теперь он, ну... Вырос уже там... В... Большой зал. Так вот. И... В прошлом году... Мы как-то надумали, что надо сделать вот... Эти... Эти... Hip Hop Awards. Типа, ну... И... И... Они так переросли вот, что в этом году получится две тусовки. И... 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 Эти... Hip Hop Awards. Так. А вот это... Hip Hop Awards... Ну, то есть это... То есть это тоже твой проект? Или это чьи-то? Просто с тобой вот они вместе делают? То есть... Теперь, да. Это мой. Ну, я в команде не один. Мы втроём. Идеология, да. Теперь это моя. Но... Перед этим... Делали там... Мне кажется... Дняст Ищит, наверное, делал, да? Или Пушас там. Ну... Много было там. Мне кажется, в 2005-ом первый раз было. В 2006-ом был. Но... Номинации были, да. На... 2005-ом. Ну... Потому что этот самый... Лайфрам Коуна Стрис, он был на меня. И... 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 Да. И два года там... Были эти awards, а потом они как-то... Ну... Просто у нас всё утихло. Там не было этих рэперов столько много. И... И вот... В прошлом году, как бы... Мы надумали снова делать. Потому что... Теперь... Много всего. Просто... Ну... Нету, что одна группа там... Как бы... В цене. Ну... Ну... То есть... Сейчас... Наблюдается некий... Подъём. То есть... Ну... Не... Ну... Может быть не пик, но вот... Какой-то подъём. Не... Вот... Ну... Есть уже группы, которые... Стали как-то... Ну... Такими эстрадными... Как... Как сказать... Просто... Слишком популярными, чтобы они уже... Ну... Как... Угасли. Да. И... И... Потому... Как... Ну... Это... Ну... Уже всё. Уже не... Не... Останется... Ну... Как... Как классика просто. Хорошо. А вот... Я правильно понимаю? Сейчас вот эти... Вот эти мероприятия... Они уже идут как коммерческие. То есть... Уже не выделяются гранты. То есть... Это коммерческий проект. То есть... Есть некий бюджет. И он... Или нет? Ну... Так... Не... Это делается как... Элементарная тусовка. Типа... Мы... Мы собираемся сами себе бюджет. Читаем, что... Сколько стоит. И потом делим это на билеты. И верим, что... Ну... Ну... Нужно количество людей. Да. Хотя бы в ноль там или с плюсом. Да. Потому что спонсоры всё-таки... До сих пор там... Смотрят очень... Как-то... Не... Не так вот. Ну... Рэп это такое... Какий... Underground всё равно. И... Особенно спонсоры, которые там занимаются алкоголем. Типа... Ну... Они просто не хотят. Потому что это аудитория наша... С шестнадцати до двадцати. Самая такая крупная. Так... Алкогольник в неё ни при чём. Просто. Так вот. И... Ну... Ну... Спонсоров есть, но они такие там... И... Информация типа там... Ну... Более локально. Да. Хорошо. Тогда можешь вообще вот провести некий такой вот... вот... Анализ. То есть вот там... За последние... Там... Пятнадцать лет, да. То есть... Соприкосновение вот с движем. Именно со стороны... Как вот... Там... Десять лет почти там... Вот... Организация мероприятий. И просто соприкосновение там... С музыкой. Как вообще вот сам движ вот... Он трансформировался там... Развился. То есть там... Не знаю... Как американские горки там... Верхний сверхниз там... То есть вот... Какие-то аспекты. То есть я не знаю... Там... Сейчас все хорошо. Ну... Там... Не монетизирован. Но... Как там... Но... В принципе развитие есть. Или там... Все плохо там... Слушатель плохой там... Не знаю... Не ходит на концерты. Ну и понятно... Не покупает там пак диски. То есть как бы... Какой-то анализ такой... Можешь провести? Могу. Может не пятнадцать лет. Может десять. Я так... Как-то... Сам сколько помню... Так... Когда еще там был... Ну как не... Ну почти ребенком. Типа... Как вышел этот... Первый компакт диск там... Или кассета этого... Джен Джи Синдикатес. Того Селла Смагиста первого. Я это все помню. Ну... Как бы я и не был в этом. Так что... Я... Я... Я все помню со своей стороны. Вот как... Появился этот Синдикатес. Хип-хоп ЛТ уже до меня дошло. Это все. И там... Да. Тогда было такое движение. Как-то оно... Как и было. Но... Ну тусовки были... Ну... Маленькие просто. Они такие вот... Единственные, кто... Делали... Я не помню... Сейчас... Сейчас помню. 13-14 лет назад. Начались... Тусовки... В Акту Рюномей называли... Назывались они там... Ну... Просто... Место само называлось. Акту Рюномей. Диджи Маманя. И его... Это вот... Вся группы. ПМП Рокерс назывались они. Делали тусовки. И они собирали, да... По 500 людей. Это оказалось очень много. Ну... Просто там не помещались. Потому что... Там, наверное, 100 квадратов было это все. Так и... С этого... Да. Все я помню. И... Тогда... Все... Как бы... Вот эта горка... Все... И шло вверх. Да. И... И... Наверное... Все... Кончилось... В 2009-м. Потому что... Просто был кризис. И все кончилось. Все вместе. Ну, да. Ну, типа... Так называют... После... Кризиса 2008-го, что ли? То есть, как бы... Некий шоу-биз вот этот. Ну, то есть, коммерция начала... Ну, как бы... Падать. И все. И... Задухать. И все вместе. Потому что просто... Ну, тусовки не собирали людей. Там... Рэпа как бы нового вообще не было. Я не знаю почему. Ну, он... Он был... Был... Ну, в том андерграунде. Она... Другая группа все равно выпускали. Была Гатвис Лига. Там... Передача. Ну... Как бы не было... Ну... Типа нового движения такого. Какого-то. И вот... Вот... Просто вот... В 2012-м это все уже... Как бы стало сразу... Ну, вот... Я... Я не представляю. Говорю почему. Ну, вот... Просто все... Залезло... Прямо вверх. Вастребованным стало? Ну... Да. Ну, как бы... Группы... Начинают получать там гонорары. Диджей начинают получать гонорары. И... И... С той стороны получается, что... Ну... Как бы... Все живут из этого. Ну... Может там не получают там... Слишком. Но все равно живут из этого. В том... Этот стимул... Типа начинается. И вот... Теперь... Как бы... Ну... Я сравниваю те годы... Вот там... 2007-2008. Когда я начал вот такие маленькие тусовки делать. В то время я... Ну... Просто не платил никому. Не потому что мне жалко было. А просто вот... Ну... Это так было. Я... Я сам не получал из этого денег. Мы собирали. И все складывали, ну... Там... На аппаратуру. Там... Ну... Просто такие... Мелкие дела. А теперь вот... Как бы... Я делаю... Ну... Ну... Кому плачу за это. Ну... И это я считаю нормально. Потому что... Ну... Получается такой совместный суппорт. Один другого. Ну... Люди сами понимают, что надо выпускать деньги на билеты. Так же я плачу, там... Ну... Музыкантам за их... Конечно, вот... Ээээ... Вот такие, как и Pop Awards, и Life in Corner Streets. Эээ... Эээ... Там бюджеты очень большие. И меня музыканты чуть поддерживают, там, ну... 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 Много кто делает скидки. Или бы играют вообще бесплатно, там, за путевки. Так же. Ну... Просто это, как и традиция. Так вот. Так вот. Хорошо. А ношу по конкретнее вот этого мероприятия, который сейчас будет скоро, да? То есть, что это вообще? То есть, ну, некий сценарий, он не секретный. Ну, то есть, в главном случае, видео как бы выйдет уже вот после. То есть, что там планируется такое? Что по организации вообще? Как бы... А... Ты как один из организаторов. То есть, как бы... Можешь пролить свет? Это... Как... Как и... Ну... Как и все эти... Эээ... 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 Очень просто. Есть просто 11 номинаций, ээээ... Эээ... 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 как бы никому там ничего не показывают, они выбирают самых лучших, плюс 30% выбирают фейсбук, то есть лайк, интернет, да, голосование да, голосование, и это все плюсуется и результат уже будет там на тусовке самой, плюс будет 19 мне кажется, групп или там проектов, которые вот на каждые 10 минут будут меняться на сцене как-то чуть боюсь, что это так будет бардак, но кажется, мы все уже наладили, что-то... ну некий лайнап уже составлен, то есть... да, лайнап уже давно составлен это от самых новых проектов до вот G&G, до Спортнфэм, которые уже там давно на сцене хорошо, тогда вот подытоживая есть ли у тебя некие мысли или какой-то посыл вообще для слушателей, для молодых артистов, то есть... потому что ты как человек, который непосредственно именно изнутри вот этого такого рэп-гейма, да, так мы назовем, то есть соприкасаешься с ним постоянно, то есть ты вот имеешь пережил достаточно моментов если у тебя есть желание, можешь ли ты поделиться, то есть озвучить некие информацию людям, которые этим, возможно, увлекаются и будут увлекаться, то есть предостеречь их или наоборот их ставить на путь истинный, там, что-то такие вот мысли ну, типа, как, я может скажу так, для чего я это все делаю, да? по нашей этой старой тусовке, как я начал, когда я был там, ну, типа, как, 18-19 лет, это все была культура, это была, типа, как, вот именно, что там, MC, DJ, там, граффити бибы, а теперь это все становится как бы вот, вот, недавно говорили, что, типа, ну, литовская эстрада, люди, как бы, обращают внимание на какую-то группу, там, становятся фанами, но они, как бы, про гип-хоп ничего не знают, так вот, моя, типа, такая, как бы, миссия этого всего, чтобы, ну, типа, как бы, чтобы они поняли или бы, как бы, увлекались этим, что гип-хоп это не только музыка, не только этот, это все, что они видят там по ютубе или на плакатах, знаешь, а что это намного больше, я, я пока имею, ну, там, такие, ну, только мысли пока, как это, ну, всю информацию продвигать, но это пока только мысли, ну, как сказать, ну, это моя, вот, вот, такая миссия, я, я не, ну, как бы, не собираюсь с этого зарабатывать, никогда я не зарабатывал, потому что, ну, не, не, не та сцена, которая приносит большие деньги, ну, в Литве, ну, вот, хотелось бы, чтобы, ну, после меня, после моей работы, то есть, оставились, ну, какие-то такие, как бы, и сантименты для тех, которые были в тусовках, ну, чтобы они поняли, что это такое, для чего это делается, так вот. Бежные звезды, то есть, они же были такие, что это было вообще, тематические какие-то, или клуб это, там, выделял бюджеты, что это вообще, ну, за серия вечеринок была? Это не было, как бы, серия, ну, мы, как, как наша, типа, организация, Кру, она называлась, Тритап, ну, она и до сих пор так называется, мы просто организуем, вот, что приходит в голову, вот, ну, например, там, если, если получается кого-то привезти, мы привозим. Это было так-то, ну, раньше, наверное, 2009-2010, мы так, ну, привозили покрупнее этих всех, и, да, много там всего было, но такие, с чего я помню, так, это были Канни Лингвист, Диджи Вадим, с Яра Браво, они вместе приезжали здесь, как ни странно, мы по-русски с ними разговаривали, так, и неплохо, ну, Вадим, Яра-то ничего не понимает, но привозили Астейдом Майнд, которые, ну, так, не слишком звезды, но они, там, как бы, в ЮК, там, ну, знаменитые, привозили Прок Дилан два раза, что там еще, Дэд Пресс привозили. Это, как бы, было то же самое, что и с любой тусовкой, мы просто считаем бюджет и надеемся на продажу билетов, и все. Никогда спонсоров таких не было, вот только первый раз были, там, Евросоюз, который, там, что-то выделил, я не помню, сколько там денег было, ну, было, казалось, очень много. Эти мероприятия, они были, ну, с разным итогом, то есть, там, и минусовые, и плюсовые, или как-то? Да, было очень много минусовых, так-то, почти все они были минусовые. Мы там потом скидываемся, просто сколько нас организуют, мы скидываемся, и, ну, и свой денег там все отдаем. Когда, это, привозили Дэд Пресс, да, тогда мы делали вместе с клубом, в котором я работал, там, менеджером, и тогда, да, мы делили там напополам все. Ну, вот, все эти другие тогда, просто они, ну, Каннел Игрус, мне кажется, был на ноль, вот, мы очень там радовались. А все другие, там, были с большими минусами, там, ну, что поделаешь, просто это, ну, такое дело, что круто, конечно, там, быть в бэкстейже, там, с ними, там, потусоваться, ну, и все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА